Привет! Сегодня на обзоре лазерный 4D уровень Клубиона 16. Это один из немногочисленных 4D лазерных уровней именно с 16 зелеными линиями или четырьмя замкнутыми плоскостями по 360 градусов. И конечно же с полноценным лазерным отвесом, который образуется в точках пресечения вертикальных плоскостей сверху и снизу. Комплектаций вы сможете выбрать множество и взять то, что вам нужно. У меня же комплектация под номером 13. В наборе все по стандарту. Все приходит в защищенном мягком кейсе, в котором сам нивелир, неплохая пластиковая площадка для регулирования высоты, зарядные на 5 вольт 2 ампера, аккумулятор без индикации заряда, крепление прихватка нивелира за башни и магнитные крепления для разных манипуляций нивелиром. Есть также инструкция с характеристиками и погрешностями, с ними вы можете сейчас ознакомиться. А дальше я протестирую нивелир и посмотрим, правдивы эти погрешности или нет. Само же устройство работает понятно и ничего сложного нет. Есть кнопка управления вертикалью, горизонтом и посередине кнопка управления толщиной линии и включения мигания лучами. В основании прибора расположена только одна резьба 1,4 дюйма, но ее больше чем достаточно при условии, что в комплекте есть дополнительные аксессуары, которые позволяют делать разметку при различных нестандартных ситуациях. В комплекте идет универсальное магнитное крепление в виде некой стрелы крана с большим количеством настроек. Примагничивается крепление с помощью двух мощных неодимовых магнитов, либо непосредственно к профилю или к специальной толстой пластине, также идущей в комплекте, которую в свою очередь можно закрепить на саморезы. Перемещение по стреле возможно в пределах 10 сантиметров. Помимо плавного передвижения по стреле с помощью соответствующей крутилки, платформу можно произвольно и быстро перемещать с помощью кнопки стопора, что значительно сэкономит время при установке линии на определенную точку. А теперь предлагаю перейти к тестам. Хочу протестировать нивелир на его погрешность на 6 метрах. И когда я установил его на вот эту платформу, то увидел вот такой нюанс. Имейте в виду, если вы хотите использовать этот нивелир на этой платформе, на его, что идет в комплекте, то она не очень-то мощная на самом деле. Она плохо магнитится до металла, потому что если вы выдвигаете нивелир, ну как бы на край, то когда будете крутить, допустим, вот я хочу покрутить, вот видите, покрутил, а уже он не в плоскости, уже в плоскости. Если я вот так сделаю, тоже в плоскости, но я очень аккуратно кручу. В общем, это крепление не очень сильно держит нивелир. Оно движется. То есть под весом нивелира оно может двигаться. Ну и, конечно, качество пластика, уже сразу скажу, качество пластика нивелира, сборки его как батареи, так и самого устройства лазерного нивелира. Ну, хотелось бы побольше. Это обычный дешевый китайский пластик. Хотя, смотря на какой кусок металла приклеить, прицепить, примагнитить эту платформу. На воротах уже оно держится намного получше, но я нашел другой косяк. Смотрите, вот эта шляпка, да, которая крутит вверх-вниз. Я выключу. Вот, видите, вот этот винтик. Шляпка на нем плавающая. Ну, то есть, она плохо сделана. Смотрите, я беру рукой, оп, и вынимаю шляпку просто. Видите прикол? То есть, под весом нивелира есть возможность, что эта шляпка будет, ну, когда вы будете крутить, настраивать, что она будет проседать и давать вам помеху. Это плохо. Вот, я просто взял и вынул. А сейчас возьму и, оп, и силой, ну, эту шляпку загнал. Смотрите, оп, и она теперь уже проседает дальше. Ну, такой нюанс. Нужно будет эту шляпку как-то клеить. Ну, это такой вот косячок, конечно, небольшой. Итак, дубль 2. Пытаемся замерить погрешность, потому что с первого раза не получилось. Так, первая плоскость. Вторая плоскость. Третья плоскость. Четвертая плоскость. Вот такая ситуация получается на 6 метрах. Сейчас мы замерим, сколько примерно. Смотрите, это первая плоскость, это первая. То есть, я прошел по кругу и вернулся к этой первой плоскости. То есть, тут у нас миллиметра два, наверное, разбег идет. То есть, по трем плоскостям следующим все нормально, в принципе. Тут, может, миллиметр разбежность, это нормально. Ну, это, ну, немножко она такая большая, конечно. Сейчас мы посмотрим. Раз, два, три. Три миллиметра. Три миллиметра разбежность от первой плоскости, ну, и со всеми тремя, потому что три следующие плоскости, ну, они как бы, ну, нормальные. Это вполне нормально. Где-то, видимо, он недокалиброван. По документам идет 4 миллиметра на 10 метров. То есть, в принципе, в свои параметры оно входит. Если бы еще эта, эта часть была откалибрована нормально, эта вот плоскость, то было бы вообще идеально. А так, ну, смотрите, опять же, для себя. Тут разбежность по этим вот плоскостям, грубо говоря. Ну, миллиметр. Миллиметр. А там уже, вот, смотрите. Да, миллиметр. Миллиметр разбежность по трем плоскостям. По четвертой плоскости, ну, или первой, три миллиметра разбежность. На шести метрах. На десяти как раз оно впишется в паспортные данные и будет 4 миллиметра разбежность. Но это если мы будем крутить. Вот. Ну, вот такая ситуация. Идем дальше. Нивелир – штука полезная во многих делах. Будь то электрика, стройка или многое другое. Мне, в данной моей ситуации, он будет нужен для установки ролет. Продолжение следует... Один ролет уже установили. Лезем. Устанавливаем второй. Ждем выравнивания и сравниваем второй ролет с первым. Та сторона мною так специально сделана, потому что потолок кривой и плинтус. Типа выше уже не поднять, потому что там плинтус мешает. А вот по этой части и по той части все идеально. Ну, еще осталось вот сюда еще подцепить. Сейчас надо пускать нивелир и выравнять тут. Ну и вот в итоге крайний ролет сделан. Тут я брал по нижним частям лазерного нивелира. Он так же по нижней части. Вот и все нормально. И вот все ролеты установлены благодаря лазерному нивелиру. Как-то так. Мне нивелир пригодился и он в принципе неплох. Есть некоторые нюансы по комплектующим, но они не критичны. Пишите комментарии, что вы думаете про данные устройства. И вообще, пишите свое мнение про лазерные уровни из Китая. Всем спасибо за просмотр. Увидимся.